Не секрет, что огромный вклад в развитие и становление города Череповца внес Иван Милютин. Он управлял городом 50 лет. И именно Милютин участвовал в разработке нового городового положения, которое сменило Екатерининскую грамоту 1785 года. В соответствии с этим документом в городе впервые появляется независимое самоуправление, управа и дума. Сегодня за круглым столом в доме Милютина собрались студенты, преподаватели и чиновники. Они вспоминали, какой была власть и что можно было бы перенять из более чем столетнего опыта. Мы не можем взять готовых рецептов из прошлого, но, тем не менее, нам есть на что опереться, принимая сегодняшнее решение. С тем, чтобы избежать, по крайней мере, наиболее очевидных опасностей и грубых ошибок, которые были сделаны нашими предшественниками, за что мы им должны быть благодарны. Параллель власти существовала всегда, но сейчас, по мнению участников дискуссии, бюрократическая машина работает быстрее. Право веты, наложенные губернатором, однако, могли подать на апелляцию, вот на это право веты губернаторской, и могли выиграть его в суде. Но, тем не менее, если они выигрывали в суде это право губернатора, исполняться это не спешило городское самоуправление, акт этот не спешили исполнять. И таким образом затягивалось время, а суды в России были задержными, были длительными, и вот это все тормозило развитие городского и местного самоуправления. Главный отрицательный опыт системы самоуправления того времени, считают студенты, пропасть между центральной властью и местной. Должно ли оказывать помощь самоуправлению центральная власть, или они должны сами как-то себя обеспечивать? Вклад личности – это положительный опыт, который можно и нужно использовать и в нынешней системе самоуправления, считают участники. Милютин и другие купцы вкладывали свои средства в строительство новых заводов, участвовали в создании городского банка, разрабатывали проекты развития Мариинского водного пути. Насколько возможно это в наше время, рассуждали участники. Есть непонимание часто и негативное восприятие местных властей только потому, что не то, что потому что не поддерживают или не доверяют, а потому что не знают, чем занимаются. А как-то сократить эту дистанцию в знании и незнании может только человек самостоятельно, если он будет интересоваться. В честь 140-летнего юбилея сегодня в мэрии открылась выставка. На ней были представлены первые документы решения Градской думы. Страницы истории, которые хранятся в фондах музейного объединения. Возможно, еще через столетие наши потомки будут рассматривать документы сегодняшней думы не в печатном, а уже в электронном виде.